добрый вечер всем дорогие братья и сестры сегодня мы продолжаем читать и разбирать послание к евреям шестую главу прошлый раз мы разобрали стихи с 1 по 6 насколько я помню да сегодня мы продолжим разбирать седьмого стиха и мы думаем реально до конца главы завершить сегодня наш разбор и так 7 стиха мы видим следующие два текста это 7 8 они как бы взаимосвязаны между собой да и тут увидим вот такую метафору земли понятно что она является образом человека да давайте прочитаем эти вначале два стиха тихи 7 и 8 земля пившая многократно сходящий на нее дождь и непроизвращающий зла полезны тем для которых из и возделывается получает благословение от бога а производяя производящая тернии и волчцы негодно и близка проклятию которого конец сожжение и так мы здесь видим очень такое вот сильное утверждение которое нам дано здесь от одного из авторов этого письма который был ведом духом божьим и он здесь говорит о земле да то есть есть земля которая приносит добрый благословенный благословенный плода которая разращается дождем правильно если вот такая земля это стих 7 и она такая земля получает благословение бога евреям 7 7 послание к евреям 7 7 а во восьмом стихе как будет контраст и показывается другой тип земли как бы два типа земли один который принимает которые действительно благословенный а другой посмотрите что здесь написано земля терния и волчцов вот что производит то есть земля может как бы два типа земли и два разных контрастирующих вида плодов один благословение другой тернии волчцы понятно уничтожение которого конец сожжение да то есть вот то состояние о котором тут говорит здесь писание да ну как бы цель для чего же да в контексте этой главы в контексте как бы такого сильного обличения которое мы читаем этом библейском отрывке как же нам правильно это понять ну вот здесь мы видим да вот это духовное библейское понимание то в соответствии с которым верующий должен быть подобен хорошей земли да он должен быть подобен хорошей почве не той которая производит тернии волчцы то есть человек по своей сути греховный да он а он всегда что-то в себя воспринимает или он воспринимает божественное добрая библейское назидающие или же он воспринимает себя нечистое злое мирское ложное да то что человека будет ну просто разрушать со всех сторон да и физически и духовно понимаете да то есть есть вот два контрастирующих вида земли да то есть одно и другое поэтому здесь писание мы четко ясно видим что божье слово говорит что должен быть только один вид да то есть мы должны быть той доброй землей тем добрым как бы плодом большим который прибудет приносить много благословения много благословенного плода для царства божьего вот вот таким образом я вижу стихи 7 8 и теперь девятый стих он как бы соединяет да он как бы соединяет весь предыдущий отрывок с первого по восьмой из девятого как бы начинается уже тема об уверенности уверенности в господи и вот какое откровение мы читаем девятом стихе впрочем а вас возлюбленные мы надеемся что вы в лучшем состоянии то есть было описание выше до того чего тех людей которые вкусили да вот этих духовных дара небесного да все что мы читаем с четвертого по шестой да потом человек отрекается отпадает от бога и девятый стих говорит выражает как бы сердце автора который говорит я надеюсь что вы в лучшем состоянии то есть только к вам это не отнесется что но предупреждение так как было уже выше дано впрочем а вас возлюбленные надеемся что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения хотя и говорим так да то есть видите да вот это важно библейская истина держаться спасения да то есть бог спасает мы не сами никогда не спасем он нас спасает через ищу амащеха через колгофскую жертву через пролитую кофе на кресте господь спасает нас грешных да и мы понимаем да что при этом что он все это сделал для нас да но мы что-то со своей стороны тоже должны делать правильно да мы должны держаться спасения да сдержаться спасения да это очень важное выражение я думаю что она как бы параллельно тому что например мы читаем послание филиппинцам помните да есть очень важный несколько стихов как именно о теме спасения посмотрите послание филиппинцам 2 глава вот здесь очень важный отрывок здесь мы видим вот вот давайте сейчас посмотрим вторую главу стихи 12 и 13 филиппинцам 2 глава стихи 12 и 13 а я попрошу а баруха прочитать эти два стиха может можно филиппинцам 2 12-13 я просто на секундочку 2 глава 12 12 13 2 песня и пить и не 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 папа нет филиппинцам 2 филиппинцам 2 2 стихи сейчас найдем стихи 12 и 13 до нас и 13 и так возлюбленные мои как вы всегда были послушны не только присутствие моем но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение потому что бог производит вас и хотение и действия по своему благоволению аминь 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 слава господу и так мы видим да вот эту же мысль который мы читаем в послании к евреям 6 главе бог спасает бог делает все со своей стороны для нашего спасения избавления но он ожидает от нас определенные действия его тут как раз мы видели да вот эти слова стих 12 со страхом и трепетом совершайте свое спасение то есть верующий который уже спасен он должен что-то делать он со страхом трепетом совершает свое спасение то есть он должен показать свою жизнь и плод этого спасения через свое служение через свою веру через то как он живет по писанию да вот эти ключевые библейские истины да которые нам открыты здесь на страницах священного писания и вы видите да вот это библейское откровение стих тринадцатый потому что бог производит вас и хотение и действия по своему благоволению да то есть он господь дает нам желание да то есть он источник того желания чтобы мы выполняли его волю понимаете да я думаю что как раз вот вот эта истина и тут и нам и да и открыто в евреям шестой главе написано держитесь спасение до держаться спасение очень глубокая божественная истина которая открыта нам здесь на страницах священного писания ибо не неправеден бог евреям 6 10 ибо не неправеден бог чтобы забыл дело вашей труб любви который заказали во имя его послуживши и служа святым да то есть каким образом да мы держим удерживаемся спасение да как вот десятый сик открывает на как это происходит это дело наше это труд любви которую мы оказываем во имя его да вот это действительно есть вот этот благословенный а вот это вот та часть духовно которой мы участвуем да нашем спасении да очень важно библейская истина которую нам дает господь здесь через свое святое слово которую вы оказали во имя его да сбоку не забудет все то что мы делаем для делаем для славы да господь не забывает мы это видим ясно со всего описание да есть у нас очень много примеров где мы читаем да что господь помнит да он знает все верно и поэтому его добрая рука над теми то действительно держится божьего спасения и труд любви которую вы оказали во имя его видите труд любви который вы оказали во имя его очень важный замечательный библейский текст да то есть действительно есть труд любви есть разные виды труда дать человек может что-то делать трудиться но всегда ли это труд любви и вот это как бы вопрос и для меня для каждого из нас что то что мы делаем да для славы божьей то что мы делаем для служения то что мы делаем как выражение нашей любви господа правильно то есть как это делается то должно быть это должен быть труд любви да здесь это труд но в нем нету любви то он уже не является вот этим вот этим добрым делом который должен быть нашей жизни вот это очень важно надо запомнить я верю ей как понятно мы все знаем хорошо этот отрывок пера крифинам 13 глава да павел говорит что если я любви не имею то я ничто да то есть мы это четко ясно видим то я ничто мы читали разбирали эту главу пера крифинам 13 главу дальше посмотрите что написано который вы оказали во имя его понятно во имя бога во имя господа послуживший и служба святым о то есть как мы это делаем труд любви да понятно что мы не можем что-то сделать для бога бог для нас все уже сделал и он каждый день на сделай да но мы можем то маленькое то вот как бы небольшое что каждый человек верующий может сделать это что это служба служить святым да то есть служение святым кто такие святые понятно что тут имеется ввиду католические святые или православные святые да тут речь не идет вообще всех вот этих церковных категориях их вообще не было в библии понимают святы это божие святы это со верующие да потому что бог нас видит святыми через освящение которое мы имеем в крови господа и шума и иисуса христа то есть вот это и есть действительно святые да служа святым да вот это действительно очень важно благословение которое мы получаем да через то что мы можем что-то сделать да каждый может что-то по-разному послужить святым кто-то открыл двери своего дома и принял к себе да кто-то накормил кто-то напоил кто-то помог финансово кто-то кто-то посетил больного ну очень много разных ситуаций да это все есть послужить святым это все есть действительно вот этот труд любви я тебя труд любви очень-очень ценные глубокие духовные слова которые нам должны здесь даже запечатлится нашем сердце желаем же чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца видите то вот 11 сих желаем же чтобы каждый из вас понятно доверующие для совершен для совершенной уверенности в надежде оказывая такую же ревность до конца да то есть нужно оказать ревность до конца то есть человек то он может много сделать может потрудиться но потом можно сказать все никому это вообще ничего не нужно я устал я больше не буду ничего делать никому да не буду служить святым да к сожалению такие верующие если сегодня которые просто опустили руки которые уже может быть не получили отдачи не получили благодарности да ну а другого там человека или семи или собрания разные ситуации да или из кого-то служение да и они будут ну кому же это нужно зачем я все это делал зачем я тратил свое время чем я тратил свои деньги зачем я вообще что-то вообще зачем я заботился других да и вот в этом большая опасность да в этом большая это капкан дьявола потому что он хочет свалить нас в этих мыслях чтобы мы что чтобы мы уже не оказывали ревность до конца чтобы мы ослабели чтобы мы охладели чтобы мы потеряли рвение желание горение стремление понимаете да и сегодня в нашем обществе в нашем мире в которой мы живем это очень легко происходит да мир общество особенно западное но очень эгоистичное но очень индивидуалистическое но сосредоточено все для тебя и только для тебя что все и люди по тебя подкапывают свои огромные деньги и свои машины и свой цвет свои дома и все что хотите да а других со верующих они не особо так думают пускай сам сам кажется расхлебывает как бы свою проблему понимаете да вот так вот то есть мирской подход мирской подход понимать и когда вот такой мирской подход что происходит человек уже не может оказать ревность до конца как написано в 11 все ослабел он потерял и он как говорят все нужно все как было как и есть нужно делами до чего нет ни до кого нет и все понимаете да и это большая проблема большая потому что такое уважение вещей может как раз да и привести кораблекрушение вере да то есть человек он может очень сильно духовно пострадать очень опасно духовная ситуация поэтому да вот эти стихи день поэтому стихи 9 10 11 да не очень важны они очень практичные они очень ну вот прямо вот как вот к нам написаны к нам бог говорит через эти слова вы понимаете да дальше написано желаем ли чтобы каждый вас для совершен 11 да дабы вы не обленились видите да то есть верующий может облениться как сказать как это облениться вот так вот облениться здесь физическая лень это одна ситуация которая тоже нехорошо и бог не говорит чтобы такого не было да даже на физическом уровне а есть еще и духовная лень а можно духовно облениться да то есть такое 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 состояние может произойти с верующим если бы это было все как какая-то теория гипотеза зачем это было бы тут написано если такого не может произойти такое да может произойти то есть это предупреждение да не облениться но подражали тем которые верою и долготерпением наследует обетование да то есть мы должны что подражать другим другим со верующим у которой веру и долготерпением да видите вот эти вот эти две духовные качества да вера и долготерпение они тут вместе то есть не только лишь вера но еще долготерпение а как часто да бывает есть вера но не хватает долготерпения я думаю это у всех у нас бывает и бывало и может быть еще будет но вот в этом тогда есть и божья божий урок для нас да божий принцип чтобы он помог нам будем молиться чтобы так и было в нашей жизни и чтобы мы могли наследовать обетование дальше бог давая обетование аврааму как как не мог ни кем высшим клясться клялся самим собою говоря истинно благословляя благословлю тебя и размножу размножу тебя да то есть здесь мы видим вот это благословение которое например мы читаем в писании в книге бытие двадцать два шестнадцать да вот если мы откроем книгу бытие двадцать второй главе после того как бог испытал веру авраама да когда сказал чтобы он принял жертву своего сына сака помните да как понятно что это было испытание его веры бог не просил не ожидал и не допустил бы принесение в жертву сына своего до исака но мы видим вот этот духовный принцип здесь да заложен то бог благословил авраама и говорит ему такие слова истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя да какая в этом сила какая в этом благодать и так авраам долготерпев получил обещанное да и так авраам долготерпев получил обещанное вот видите да то есть авраам не только верил написано в писании да бытие 15 стих 6 авраам поверил господу и это вменился ему в праведность помните да это место писания бытие 15 6 да но здесь подчеркивается еще что чего нету там что долготерпение авраам да сколько лет да он должен был ждать пока пришел в жутку пришел родился у него сын сак да сын обетования да по моему 100 лет да по моему даже пушат пока его сын родился 99 или 100 лет да то есть сколько лет представляете себя да увидим по писанию верно но он получил обещанное вот это пример для нас да то есть автор посланник евреям ссылается на библейские примеры для того чтобы научить верующих и понятно же нас нас сегодня люди клянутся высшим и клятва во удостоверение кань оканчивать всякий спор их да то есть общая такая ситуация жизни приводится да про клятву люди клянутся до исти теперь этих 17 посему и бог желая преимущественнее показать наследником обетование непривожной своей воли употребил в посредством клятву то есть бог потребил клятву его даже мы читаем дабы в двух непривожных вещах которые богу которых невозможно богу совгать твердое утешение имели мы это цель того что бог употреблял посредство клятву цель это чтобы утешить людей чтобы не просто дать твердое утешение прибегшие взяться за не за предлежащую надежду утешение надежда всегда тут вместе которая для души для надежда что есть что есть надежда да не мирская надежда но божия духовная библейская вот видите да который для души есть как бы как якорь безопасный и крепкий представляете да якорь безопасный и крепкий и входят во внутреннейшее за завесу вот это да представляете боже надежда Loop это как клятву он есть безопасный он есть крепкий и онąd входит до во внутренней сейчас за завесу, да, то есть образ неба открывается для нас, да, небесная завеса, куда притечию за нас, то есть перед нами, да, прежде нас, кто туда вошел? Сам Ишуа, в Суаха Мащеах, он вошел, сделавшись первосвященником, помните, да, мы уже читали о теме первосвященства в пятой главе, да, уже не по линии Аарона, но по чину Мельхиседека, по чину этого Божьего царя и священника Иерусалимского, да, и вот мы видим такое завершение, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Аминь. Вот такая у нас интересная благословенная глава, шестая глава послания к евреям, друзья, дорогие. И, пожалуйста, может быть, у кого-то есть дополнение для нас, вопрос, пожалуйста. Да, Игаль, если можно, пожалуйста, поясните еще раз, кто считается святыми. А, святые, да, то есть святой, это каждый грешник, который обратился к Господу Богу через Ищуа Мащеха, в Духе Святом, он освящен. Бог его видит уже как нового человека, как святого, как отделенного из этого страшного погибающего мира для Господа Бога, для Святого Израиля. Он свят. Это не значит, что святой человек, будучи физически на земле, он никогда не упадет, не согрешит, не сделает ничего плохого. Понятно, что люди верующие, как и мы все, да, мы исповедуем свои грехи перед Господом, да, то есть святой в Писании это не равняется безгрешному. Святой – это не безгрешный, святой – это человек, который спасен святым Богом, которого осветил Господь Бог, которого возлюбил, спас, оправдал, очистил и избрал для себя и для служения себе на этой земле. Так я это вижу, это по Писанию, да, то же самое израильский народ, да, Бог сказал, да, вы святы, будьте святы, ибо я свят, да, но значило ли это что израильтян не всегда были святы, конечно же, нет, но тогда у них не было полноты освящения, потому что у них еще не было жертвы из-за греха, которую совершили еще на кресте, да, но мы имеем, написано в послании к Римфинам, да, что Христос есть освящение ваше, да, поэтому вот в этом смысле, естественно, мы можем говорить о святости детей Божьих, но это не равнозначно безгрешности. Вот так вот писали, да. Да, Игорь, я бы по этому вопросу хотел добавить, что вот я сейчас смотрю как раз стронго, это в данном стихе это агиось, если я правильно произношу, может быть, ты поправишь по-гречески, и переводится не только святой, но также посвященный, отделенный, благочестивый и праведный. Мы понимаем все, что такое посвященный человек, это человек, который посвятил свою жизнь конкретно Всевышнему, да, благочестивый человек, это тот, который стремится жить честно, не расстраивать Всевышнего своими поступками, не расстраивать пустословием, обманами и так далее, и так далее. Ну и праведный, это очень близко к святому, это тот, который человек уже живущий по правде, то есть опять же похоже на вот как бы синоним благочестия. вот такое маленькое добавление к тому, что ты сказал. конечно, самое главное это отделенность для Бога и посвященность Ему. Ну, это же не одно и то же, что вы сейчас говорите как о разных вещах, да, то есть, ну, насколько я понимаю, то есть Игаль говорит о том, что святость это любой человек может быть, который исповедует Иисуса Христа и верен Ему, он может являться святым, правильно? Но при этом он имеет какие-то недостатки, какие-то там, не знаю, поступки, грехи и так далее. Вы, Гилель, говорите о том, что это безупречный человек, правильно? Я правильно понимаю? Нет, я ни в коем мере не говорю, что он... Нет, ну, вот эти два последних качества, еще раз в переводе посвященные благочестивые и праведные. Ну, праведные, это же тот, который не делает, не допускает, наверное, ошибок и не грешит. Праведные люди все равно совершают ошибки, но праведность прежде всего предполагает стремление к несовершению греха. То есть это люди, которые стремятся, не хотят сознательно допускать то, что Бог запретил. То есть это в этом смысле праведность. Понимаете? И я как бы ничего-то сказать не придумаю, это то, что здесь конкретно перевод этого слова... Ну да, да, я поняла, я поняла, что вы перевели. Да, и это слово агиось, оно как бы в разных местах писания оно употребляется как святой, так освященный, так благочестивый, так и праведный. Понимаете, Тань, то есть я ничего не придумываю. Это то, что как оно появляется в писании, так я и говорю. Спасибо большое. Я хотел обратить внимание, можно, да? Пожалуйста. Есть на пару мест. Первое место это то, что ты прочитал в восьмом стихе, такой почве сердца, как я понимаю, человека, когда оно было когда-то праведным сердцем, освященным Богом, как описано здесь выше, и вот вдруг произошло в жизни такое сильное отступление, что эта почва сердца стала негодной, близкой проклятию, которого конец сожжения. То есть мы здесь должны, конечно, подтвердить, каким-то местом, которое показало Писание в Новом Завете. У нас есть второе послание Петра, и где он как раз касается вот этой темы, да, отступления от Бога, и мы вот читаем, значит, это вторая глава, и мы прочитаем с 12 стиха. Они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнено любострасти, непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. И я думаю, что если дальше читать, то мы действительно видим, что речь все-таки идет о тех верующих, которые дошли до такого страшного состояния духовного, что они выглядят просто какими-то нечистилыми разбойниками, то есть если мы читаем, что в 17 стихе здесь же это безводные источники, облака мглы, облако мглы, гонимые бурю, им приготовлен мрак вечной тьмы, то есть то, что мы сейчас прочитали здесь евреям в 8 стихе, ибо произнося надутые пустословия, они улавляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, то есть они еще несут свой горький корень и заражают других верующих своими вот этими обманчивыми страшными делами, и вот здесь говорится, они обещают свободу, 19 стих, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб, ибо они избегнув сквер мира, видите, вот еще раз подчеркивается этот момент, что они избегнув, они когда-то пришли к истине, избегнув через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого, лучше бы они не познали истину, чем познав истину, они начали хулить Бога своими страшными действиями, видите, это вот как раз написано в 21-м, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди, но с ними, с этими такими людьми случается, что, верные пословицы, пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи, то есть вот что происходит, происходило тогда уже во время апостольского служения, так и сегодня, я думаю, на протяжении 2000 лет таких людей, таких отступников было великое множество, которые, возможно, так и не покаялись и не возвратились к Богу. Это первое, что я хотел обратить внимание наше, и здесь есть еще место, но я уже не буду открывать второе послание Тимофея, там тоже в двух местах очень и очень обличаются такого рода люди, единственное, хотел привести, вот знаете, вот интересный момент, это 4 глава 2 Тимофея, и вот здесь Господь говорит через апостола Павла очень важные слова, он говорит, ибо Димас это верующий брат и ведущий служитель был того времени, Димас оставил меня, возлюбил нынешний век и пошел в Пессалонику, Крискент, Галатию, Тит, Далматию, один лука со мной, вы видите, что он перечисляет даже имена тех служителей, которые оставили его, это не просто они пошли в другое служение, они оставили Павла, они разошлись во мнении, они изменили Богу, а Димас еще, говорится, в других местах, смотрите, что же мы видим, это первое, что я хотел бы отметить, второй момент, я хотел привести пример о клятве, то, что мы сейчас тоже разбирали о клятве, я хотел бы открыть два места очень интересных, это, значит, книга Даниила, книга Даниила, потому что, я думаю, тоже это очень важный момент, потому что мы знаем, что Бог сам, как Иисус Христос, будучи на земле в первом пришествии, сказал, чтобы верующие не клялись ни небом, ни землей, да, такие слова есть, да, Игорь? Вот, поэтому это очень важно понять все-таки, могут ли сегодня верующие клянуться чем-то, кем-то, а кроме, даже кроме, перед Богом мы не можем клянуться, потому что это право имеет только сам Господь и те ангелы, которые служат Ему, и они тоже не клянутся собой, они клянутся Богом. Вот смотрите, Даниила 12 глава, мы с вами читаем следующие слова, 5 стих, 12 глава, 5 стих, «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки, и один сказал мужу в льной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий, и слышал я, как муж в льной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени, и времен, и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится. Я слышал это, но не понял, потому что сказал, господин мой, что же будет после этого? Что же будет после этого? И отвечал он, и сказал, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убилятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестивые и не уразумеющие никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. То есть мы с вами видим, что действительно Божия тайна, то есть клятва была дана вот этим ангелам во имя Всевышнего, но мы знаем, что же дальше, почему я открыл это место, что же мы читаем в книге Откровений, какая связь вот этого отрывка, что мы сейчас с вами прочитали и мы что читаем в Откровении, как же здесь этот ангел пообещал, что в последние дни должна открыться тайна, исполниться клятва Божия. И вот мы с вами читаем в 10 главе, мы читаем тоже очень интересное место о том, что это 5 стих, 10 глава, 5 стих, и мы читаем, и ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда вострубит совершится тайна Божия, как он благовестовал рабам своим пророкам». Вот, то есть, я вот здесь, я, например, здесь вижу очень важную связь между этими клятвами, и там говорилось о том, что в последние дни будет распечатана эта тайна Божия, и как раз об этой тайне говорится вот в 11 главе книги Откровения, и мы читаем. То есть, это уже исполнение этой клятвы, которая произойдет, еще это не произошло, а касающаяся Царства Божьего, касающаяся очень важного того, что произойдет. Вот, давайте прочитаем и услышим. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящий, Царство мира соделалось Царством Господа нашего, и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Вы видите, да? Вот оно, вот оно. Сегодня мы живем, в наше время это Царство Божие называется Царством мира, это еще не Царство Отца Небесного нашего и Царство Христа. Вот, вы обратите внимание, что это действительно Божие данные, на которые, к сожалению, не все мы, когда читаем книгу Откровений, не обращаем внимания, что это очень интересно, как Господь нас через тысячи лет, представляете, Даниил жил в шестом веке, уже прошло сколько? 600 лет до первого пришествия, еще 2000 до второго пришествия, что мы живем последние, самые последние дни, и вот еще не исполнилось это, еще не исполнилось, и поэтому мы видим, что значит клятва, как Господь верен всем своим обетованиям, когда Он хочет по своему плану открывать то, что Он обещал, и поэтому мы можем еще больше укрепиться верой, что Господь наш действительно верный в своих обетованиях, чтобы мы знали и не смотрели на реальность в сегодняшнем времени, и нам кажется, ну вот, ну как это, ну вот уже Бог видит, такое творится, и уже мир вообще в таком страшном, а Он еще что-то не действует так активно, как мы бы хотели и ждали, чтобы наступило второе пришествие, вот поэтому мы должны быть внимательными к этим темам, которые открывает здесь апостол Павел послание к евреям. Пожалуйста, Галя. Большое спасибо, очень-очень важные хорошие библейские дополнения из Писания, спасибо большое. Есть ли у кого-то еще какой-то вопрос или дополнение к шестой главе, пожалуйста. Игаль, вот по поводу еще буквально два слова я добавлю в отношении послужив и служа святым. Здесь Павел именно говорит о том, что эти люди, они служили кому? Ему и его посланникам, то есть, ну, его друзья, может быть, которые пришли его ученикам, то есть, это те люди святые, которых они знали или опять же посвященным людям, да, или благочестивым, вот как это слово значит. И вот он в 11 стихе говорит, желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности и надежды оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились. Вот тут вот обленились, вот это слово, оно также переводится, как вы не замедлили, то есть, чтобы вы не были медлительными, потому что лень, это предполагает замедление, и вот это очень важно нам помнить, что в каких-то моментах мы медлим, мы медлим помочь кому-то, медлим в других вопросах, и вот поэтому он говорит, но подражали тем, кому, святым вот этим, им, Павлу, Шаулю, и его ученикам, которые веруют долготерпением, наследуют обетование, то есть у нас есть кому подражать, слава Богу. Замечательно, аминь, прекрасные мысли, да, действительно так, действительно так. Ну, прекрасно, замечательно, дорогие, слава Богу, что мы сегодня смогли эту главу завершить, очень важная глава, да, с 24 по 6 достаточно сложный, и мы понимаем, да, как бы серьезность, да, всех этих предупреждений, которые мы читаем в 6 главе, это не для того, чтобы нас напугать, кого-то расстроить, напугать, вести какое-то замешательство, абсолютно не в этом, смысл не в этом цель, а для того, чтобы предупредить, того, чтобы укрепить, для того, чтобы напомнить нам, да, то, что в чем, в таком напоминании, думаю, мы все нуждаемся, слава нашему Богу. В следующий раз будем вместе читать 7 главу, да, это уже разбор, как бы уже самая глубокая глава, я думаю, во всем писании о мельхи седоки. И тут тоже есть свои сложности, там тоже есть свои некоторые такие непростые утверждения, непростые места, мы постараемся Божьей помощью разобраться и понять. Слава Богу. Хорошо, давайте сейчас тогда вас благодарим Господа за этот благословенный вечер, за этот час, который мы могли вместе провести. Гирель, можете в совершении так помолиться, поблагодарить Господа за нашим сбором. Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, я вас слышу, а вы меня слышите? Да. О, хорошо, а то я, но камера моя не включилась, как я не переключала, она мне, надо по-новому, наверное, все загрузить, я не знаю, буду стараться. Людочка, вы не волнуйтесь про камеру, многие даже не включают никогда эту камеру, так что не переживайте, главное, что вы слышите и можете спросить, все работает у вас, кроме камеры, ну, ничего страшного, что можно делать. Хорошо, давайте, друзья, помолимся все вместе. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это прекрасное Слово Твое, Слово, дающее нам и надежду, и уверенность, и желание подражать Твоим Святым. Те, кто реально посвящен Тебе, реально двигается по Слову Твоему, кто не участвует в мирских попойках, в мирской болтовне, в мирских делах страшных иногда, реально страшных. Поэтому я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твои служителя Нового Завета, такие как Петр Кефа, Павел Шауль, Яков, Яков, это есть, кому нам подражать сегодня. самое главное, что нам есть, у нас самое главное, кому мы можем подражать, это Ишуа. Очень сложно делать все то, что он делал, но он сказал, что если вы будете двигаться, будете идти за мной, то вы будете совершать дела еще больше, чем я. Это у нас не укладывается в голову. Просто невозможно представить, но раз он сказал, так оно и есть. Он никогда не бросал свои слова на ветер, и мы должны это помнить, что каждое слово, которое сказано в твоем Танахе, в твоем священном божественном Писании, есть истина, и оно неразрывно, оно всегда приносит плод, если мы не будем ленивыми, будем стараться, стараться двигаться по нему. Благослови всех присутствующих, кто пришел в это собрание, благослови детей, кто пришел, всех, кто пришел на это собрание, всех, кто хочет знать больше, кто хочет научиться. Благослови, пожалуйста, здоровьем, мудростью, радостью совершенной и желанием служить тебе во имя твое святое великое, имя превыше всех имен, которые открыл Ешуа в последнее время. Это Ешуа спасение, Эммануэль, Бог, пребывающий с нами. Спасибо тебе, Господь, за пребывание с нами всегда и везде. Всем еще аминь. апреля ешуа Аминь. Аминь. Аминь.